Иван Иванович Неплюев был учеником самого Петра I, когда учился в Петербургской морской академии. Затем стал сподвижником великого царя. В 1743 году Неплюев начал строительство города-крепости на реке Яик. Возводил дома, храмы, заводы. Кстати, тогда территория Оренбургской губернии превышала площадь теперешней области в 12 с лишним раз. Зная мечту Петра I отворить врата в полуденную Азию, Неплюев многое сделал для того, чтобы Оренбург стал центром русско-азиатской торговли. Благодаря его призывам в город двинулись сотни и тысячи купцов. Вскоре Оренбург сделался главным пунктом миновой торговли. Так были выстроены гостиные и миновые дворы. При Неплюеве распахивалась целина, прокладывались дороги, строились мосты. Именно при нем сформировалось Оренбургское казачество. Зародился всемирно известный промысел – вязание пуховых платков. Иван Иванович много делал для налаживания добрых отношений между народами, населявшими край. Не зря Неплюева называют строителем земли Оренбургской. Если бы не Неплюев, не было бы города, в котором мы сейчас живем. Сегодня наш долг – чтить память основателя Оренбуржья и продолжать его дело. Об этом говорили участники сегодняшнего мероприятия возле памятника Неплюеву, где была заложена капсула с землей, взятой на родине первого губернатора – Ленинградской области. По этому случаю в Оренбург приехали и высокопоставленные гости из северной столицы. Это тот человек, который родился, ребенок Ленинградской области, и отец для Оренбурга. Я думаю, что этим все скажут. Этот человек стоял у истоков. И вот та работа, которую мы начали с Ленинградской области, я думаю, что должна принести хороший результат. И мы дадим дань того уважения, которое заслуживает этот человек. Благодаря таким именам, как Неплюев, Оксаков, Жалиль, Оренбуржья объединяется с другими регионами. Единое культурное пространство как бы стирает географические границы, чтобы всей страной чтить память прославленных людей. Мы должны в набат вообще бить. Имени Плюев, в набат по всей России, потому что великий геополитик. Детям надо рассказывать. Надо знать вообще в какой стране, какие люди, какая история, какая культура, какое вообще, откуда начало всему идет. Анна Золотухина, Дмитрий Примачек, Новости дня.